К другим темам. Хорошая техническая оснащенность, солидный опыт и высокий профессионализм сотрудников. Всем этим может похвастать Магнитогорский центр социальной помощи семье и детям. Не случайно именно наш город был выбран в числе первых восьми в России, где запущена пилотная версия проекта семейный МФЦ. С работой нового многофункционального центра познакомился мой коллега Павел Зайцев. То, насколько разнообразную помощь может оказывать семьям с детьми этот многофункциональный центр, можно оценить уже в зоне информирования и ожидания. Для удобства клиентов подготовлены информационные стенды, на экране демонстрируются ролики, рассказывающие об услугах, оказываемых специалистами МФЦ. При необходимости можно воспользоваться персональным компьютером с доступом в интернет и к Федеральной государственной системе госуслуги. Распечатать или отсканировать документы. Часть вопросов можно решить и обычным телефонным звонком. За несколько недель работы в тестовом режиме в центре получили помощь уже около ста семей. Спектр услуг, который семейный МФЦ может предложить в городе Магнитогорске, очень широк. Но на сегодня, вот как я говорю уже по статистике, из ста обращений наиболее актуальными являются все-таки вопросы условий получения, права получения, пособий и выплат семьям с детьми. Магнитогорск действительно не случайно попал в пилотную восьмерку России для запуска проекта. Ведь Центр социальной помощи семье и детям, на базе которого был создан новое МФЦ, учреждение с богатейшим опытом. Оно работает в городе уже более 26 лет и может похвастать не только профессионализмом сотрудников, но и приличной технической оснащенностью. При личном обращении семьи с детьми для удобства взрослых организован досуг ребенка в детском уголке. Для маленьких посетителей здесь есть все необходимое. Книги, игрушки, настольные игры, краски, альбомы. Можно провести время в игровой комнате. В наличии и более серьезное оборудование. Это и релаксационная комната, и диагностические инструментарии. Ну и, конечно же, это наши кадры. Самое ценное, что можем мы предоставить в работе с клиентами. Штат учреждения представлен у нас специалистами по социальной работе, психологами, юрисконсультам. Попрошу отметить, что специалисты по социальной работе – это люди с высшим образованием, имеющие опыт непосредственно в работе с семьями. Семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. А теперь они, естественно, готовы оказывать помощь семьям, находящимся в любой жизненной ситуации. Семейный МФЦ продолжает работу в тестовом режиме на Маркса-185. Консультация специалистов по телефону 30 30 66. Официальное открытие центра состоится 13 декабря. Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова